Девушки отдыхают Каждый человек должен знать основные виды ядовитых растений. Клещевину обыкновенную часто используют для озеленения скверов. Ее можно встретить и на даче. Все части растений ядовиты для человека и животных. Попадание внутрь семян клещевины вызывает энтерит, рвоту, кровотечение из желудочно-кишечного тракта и смерть. А тем, кому повезло выжить, уже никогда не смогут полностью восстановить здоровье. Неприхотливые и очень красивые растения на перстянках часто можно встретить на садовых участках. Оно яркое, высокое, с похожими на колокольчики цветками. И при этом очень ядовитые. Содержащиеся в нем токсины приводят к расстройствам центральной нервной, пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Отравление на перстянкой может также привести к летальному исходу. Поэтому, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, от на перстянки в саду лучше воздержаться. Летом цветы полевого вьюнка можно встретить практически повсеместно. Безобидное на вид растения может стать причиной трагедии. Несмотря на то, что его применяют в медицине, употребление внутрь в большом количестве при самолечении может привести к летальному исходу из-за наличия токсичных алкалоидов. Аконит принадлежит к семейству лютиковых. Он растет вдоль берегов рек и по обочинам дорог. Его опасность вызвана содержанием алкалоидов, воздействующих на центральную нервную систему, вызывающих судороги и паралич дыхательного центра. Несмотря на это, неприхотливые в уходе с красивыми синими цветами Аконит часто сажают на садовых участках. Помните, как в детстве нас предостерегали от поедания волчьих ягод? Кустарник с розовыми, кремовыми и лиловыми цветами часто сажают в городах для озеленения. Попадание сока растений на кожу и слизистые вызывает жжение, а прием внутрь ядовитых ягод приводит к тошноте, рвоте, слабости и судорогам. В тяжелых случаях отравление может вызвать смерть. Безвремени к осени очень любят садоводы за красоту, неприхотливость и позднее цветение. Но работать с ним можно только в перчатках. Особенно опасны его семена и луковицы. Часто их принимают за съедобные и используют для самолечения. Но в растении содержится колхицин, от которого нет противоядия. Отравление этим токсином может привести к остановке сердца. Белина растет по обычным дорог, на пустырях, в дворах и огородах. Ее можно узнать по крупным грязно-желтым цветкам и неприятному запаху. Это очень ядовитое растение, причем опасны все его части, особенно семена, которые внешне напоминают маковые. Симптомы отравления наступают уже через 15-20 минут. Учащенные сердцебиение, жар, нарушение зрения, бред галлюцинации судороги, вплоть до летального исхода. Неприхотливые зимостойкие гортензии заслуженно стали одним из любимых растений-садоводов. Но, к сожалению, все части гортензии содержат синильную кислоту. Сильный яд при попадании внутрь нарушает деятельность центральной нервной системы. Вызывает одышку, угнетение дыхания и нарушение деятельности сердца. В исключительных случаях может наступить смерть. Дурман обыкновенный часто можно встретить на пустырях, обочинах дорог и огородах. Растения высотой до полутора метров, белые или лиловые цветы по форме напоминают лилию и издают сильный запах. Отравление дурманом приводит к галлюцинации, несвязанной речи и коматозному состоянию. Его используют в медицине, но заниматься самолечением категорически запрещено. Крупные, яркие и красивые цветы, запах ванили и миндаля, олеандр часто используют как ландшафтное и даже комнатное растение. Но проводить садовую работу с олеандром можно только в перчатках. Если его ветви использовать при разжигании кастря или мангала, а листья заваривать в чай, через несколько часов человек почувствует боль в животе, тошноту, рвоту. Также олеандр может вызвать тахикардию, падение артериального давления и остановку сердца. Воронец-колоссистый встречается не так часто, но может привлечь внимание своими черными крупными ягодами, которые очень ядовиты и могут вызвать состояние оглушения. Сок растения может вызвать на коже волдыри и даже язвы. Садоводы ценят морозник за стойкость к заморозкам и вечно зеленую листву. Но все части этого растения ядовиты. При приеме внутрь резко падает артериальное давление и нарушается сердечный ритм. При попадании ядовитого сока на слизистой оболочке возникает жжение и воспаление. Сок свежего белокрыльника может вызвать воспаление на коже. При попадании внутрь организма растение угнетает деятельность сердца, вызывает рвоту, оцепенение, судороги. Часто от белокрыльника страдают животные. Не всегда причиной отравления может стать само растение. Иногда можно отравиться и медом, если пчелы собирали нектар с ядовитых цветов. А если коровы или козы употребляли в пищу токсичные травы, то опасными для здоровья могут стать мясо и молоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова